Здравствуйте, уважаемые слушатели марксистского кружка! Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию опять работу Владимира Ильича Ленина «Пролетарская революция» и «Ренегат Каутский». Из этой работы мы с вами на прошлом занятии размотрели вторую и третью главу, а сегодня хочу предложить вашему вниманию седьмую главу, которую назвал Владимир Ильич «Что такое интернационализм?». Ну, интернационализм, это, конечно, понятие такое важное и, конечно, неплохо, чтобы мы, как члены кружка, представляли, что собой представляет понятие интернационализма. Ну, прежде всего, конечно, нужно, и о чем говорит Владимир Ильич здесь, что интернационализм – это понятие классовое, обязательно, непременно классовое. И именно он рассматривает это понятие классовых позиций. Ну, и поскольку, значит, две особенности, ну, во-первых, он вынужден спорить с оппортунизмом здесь, именно с Каутским, который от марксизма как бы перешел в оппортунизм. Вот, и почему он называет Владимир Ильич его ренегатом. Ну, и еще одна особенность, что эта работа полностью, в том числе седьмая глава, были написаны еще во время Первой мировой войны. Потому что, то есть, она писалась в конце октября, в начале ноября, и как раз буквально через несколько дней после того, как Владимир Ильич закончил эту работу, закончилась и Первая мировая война. А поскольку, значит, в этот период сла война, то, рассматривая понятие интернационализма, Владимир Ильич очень часто обращается к вопросам войны. Прежде всего, это именно этой Первой мировой войны. И на примере, как относятся буржуазия, оппортунисты и марксисты к понятию интернационализма, он время от времени обращается к войне. Поэтому, нужно, чтобы мы, почему будет часто звучать слово «война» у него в этом произведении, именно вот из-за того, что война шла в это время. Итак, что такое интернационализм? Начинает эту главу с такой фразы, Владимир Ильич, что Каутский убежденнейшим образом считает и называет себя интернационалистом. Интернационализм Каутского и меньшевиков состоит вот в чем. От эмпиалистического буржуазного правительства требовать реформ, но продолжать его поддерживать. Продолжать поддерживать ведомую этим правительством войну, пока все воюющие не приняли лозунга без аннексии и контрибуции. Вот такая особенность понимания не только Каутским, но и всем оппортунистическим меньшинствам, в том числе и российскими меньшевиками, как бы формулирует Владимир Ильич. Далее он говорит, теоретически это полное неумение отделиться от социалшовинистов и полная путаница в вопросе о защите отечества. Политически это подмена интернационализма, мещанским национализмом и переход на сторону реформизма, отречения от революции. Вот так он как бы обосновывает интернационализм мещевиков и в чем теоретически выражается этот интернационализм. Пролетариат же, говорит Владимир Ильич, борется за революционное свержение империалистической буржуазии, мелкая буржуазия, за реформистское усовершенствование империализма, за приспособление к нему при подчинении ему. Вот такая разница между марксистским пролетарским пониманием интернационализма, ну как бы вкратце говорит Владимир Ильич, и между мелкобуржуазным и реформистским. Далее он говорит, для обмана народа буржуазные демократы всегда выдвигали и всегда выдвигают какие угодно лозунги. Дело в том, чтобы проверить их искренность, чтобы со словами сопоставить дела, чтобы не довольствоваться идеалистической или шарлатанской фразой, а доискиваться классовой реальности. Империалистическая война не тогда перестает быть империалистической, когда шарлатаны или фразеры или мещане-филистеры выдвигают сладенький лозунг, а лишь тогда, когда класс, ведущий империалистическую войну, и связанный с ней миллионами экономических нитей, а то и канадов, оказывается на деле свергнутым. И когда его заменяет у власти, действительно революционный класс пролетариат. Иначе из империалистической войны, а равно из империалистического грабительского мира вырваться нельзя. То есть, смысл этого высказывания можно понимать так, что покончить с империалистическими войнами можно только, когда будет свергнута власть буржуазии, и когда его заменят у власти революционный класс пролетариат. Вот в этом смысл этого высказывания Владимира Ильича, надо полагать. Дальше он говорит, опять же возвращается к Кауцкому, что меньшевиков хвалит Кауцкий за то, что они настаивали на сохранении боевой готовности армии. Большевиков он порицает за то, что они усиливали и без того уже большую дезорганизацию армии. Это значит хвалить реформизм и подчинение империалистической буржуазии, порицать революцию, отрекаться от нее. И вот после такой характеристики Кауцкого он говорит, что выражает мысли марксистов и говорит, что без дезорганизации армии, о которой говорилось выше, ни одна великая революция не обходилась и обойтись не может. Ибо армия есть самый закостенелый инструмент поддержки старого строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддержки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинения ему трудящихся. Рядом с армией вон революция никогда не терпела, не могла терпеть вооруженных рабочих. Во Франции, писал Энгельс, после каждой революции рабочие бывали вооружены, поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой заповедью было разоружение рабочих. Это слова Энгельс вам приводит. Далее, вооруженные рабочие были зачатком новой армии, организационной ячейки нового общественного строя. Раздавить эту ячейку, не дать ей вырасти, было первой заповедью буржуазии. Первой заповедью всякой победонозной революции, Маркс и Энгельс многократно подчеркивали это, было разбить старую армию, распустить ее, заменить ее в новую. То есть, не только государственный аппарат, чиновничий, нужно было в социалистической революции разбить и создать новый, но и такой институт государства, как армия тоже. По Марксу и Энгельсу необходимо было тоже распустить старую армию и создать ее новой рабочей, пролетарской армией. Далее он продолжает. Новый общественный класс, поднимаясь к господству, не мог никогда и не может теперь достигнуть этого господства и укрепить его иначе, как совершенно разложив старую армию. Иначе, как пройдя через труднейший, мучительный период, без всякой армии, через этот мучительный период прошла и Великая Французская революция. Иначе, как постепенно вырабатывая в тяжелой гражданской войне, вырабатывая новую армию, новую дисциплину, новую военную организацию, нового класса. Вот так, такое отношение к армии высказал Владимир Ильич здесь. Далее, опять же, возвращается к абортунистам и говорит. Каускианцы в Германии, лангетисты во Франции, Турати и компания в Италии рассуждают так. Социализм предполагает равенство и свободу наций, их самоопределение. Поэтому, когда на нашу сторону нападают или когда неприятельские войска вторглись в нашу землю, социалисты вправе и обязаны защищать родину. Но это рассуждение есть теоретически либо сплошная издевка над социализмом, либо мошенническая увертка. А практически политически это рассуждение совпадает с рассуждением совсем темного мужичка, который не умеет даже и подумать о социальном классовом характере войны и о задачах революционной партии во время реакционной войны. То есть, для того, чтобы рассматривать вопросы свободы нации и защиты страны, нужно прежде всего социалистам разобраться в классовом характере войны и какие классы решают какие задачи. Далее он продолжает. Социализм против насилия над нациями. Это бесспорно. Но социализм вообще против насилия над людьми. Однако, кроме христианских анархистов и толстовцев, никто еще не выводил отсюда, что социализм против революционного насилия. Значит, говорить о насилии вообще, без разбора условий, отличающих реакционное от революционного насилия, значит быть мещанином, отрекающимся от революции, или это значит просто обманывать себя и других софистикой. То же самое относится и к насилию над нациями. Всякая война состоит в насилии над нациями, но это не мешает социалистам быть за революционную войну. Классовый характер войны – вот основной вопрос, стоящий перед социалистами. Империалистическая война 14-18 годов – есть война между двумя группами империалистической буржуазии за дележ мира, за дележ добычи, за ограбление и удушение мелких и слабых наций. Такую оценку войны дал еще Базинский манифест в 1912 году. Такую оценку подтвердили факты. Кто сходит с этой точки зрения на войну, тот не социалист. И далее, опять же, эту мысль продолжает таким образом Владимир Ильич. Француз, немец или итальянец, который говорит, что социализм против насилия над нациями, поэтому я защищаюсь, когда враг вторгся в мою страну, предает социализм и интернационализм. Ибо такой человек видит только свою страну, выше всего ставит свою буржуазию, не думая об интернациональных связях, делающих войну империалистическую, делающих его буржуазию звеном в цепи империалистического грабежа. Все мещане и все тупые и темные мужички рассуждают именно так. В противовес вот такому мещанскому и буржуазному рассуждению Владимир Ильич дает такую мысль, что социалист, революционный пролетарий, интернационалист рассуждают иначе. Характер войны, реакционная она или революционная, зависит не от того, кто напал и в чьей стране стоит враг, а от того, какой класс ведет войну, какая политика продолжается данной войной. Если данная война есть реакционная, империалистическая война, то есть ведомая двумя мировыми группами империалистической, насильнической, грабительской, реакционной буржуазии, то всякая буржуазия даже малой страны превращается в участника грабежа. И моя задача, задача представителя революционного пролетариата готовить мировую пролетарскую революцию, как единственное спасение от ужасов мировой войны. То есть единственное спасение от ужасов империалистических войн это пролетарская революция. Еще раз Владимир Ильич на этой мысли останавливается. И далее, не с точки зрения своей страны я должен рассуждать, ибо это рассуждение убогого тупицы националистического мещанина, не понимающего, что он игрушка в руках империалистической буржуазии, а с точки зрения моего участия в подготовке, в пропаганде, в приближении мировой пролетарской революции. Вот что такое интернационализм, вот какова задача интернационалиста, революционного рабочего, действительного социалиста. Вот такую вот мысль обязательно Владимир Ильич на ней как бы останавливается. И далее по поводу, вот он коснулся мировой революции, что вот в этой мысли, что как бы в подготовке пропагандии и приближении мировой революции пролетарской, он говорит следующее, что если бы большевики построили свою тактику на ожидании революции в других странах к определенному сроку, это была бы бесспорная глупость. Но большевистская партия этой глупости не сделала. Расчет на европейскую революцию обязателен для марксиста, если есть налицо революционная ситуация. Это азбучная истина марксизма, говорит Владимир Ильич, в том, что тактика социалистического пролетариата не может быть одинакова тогда, когда есть налицо революционная ситуация и тогда, когда ее нет. То есть в зависимости от революционной ситуации или ее наличия, тактика должна быть тоже различной. И, как бы развертывая эту мысль, он говорит, что задолго до войны, опять же, этой первой мировой войны, когда он писал эту работу, задолго до войны, все марксисты, все социалисты были согласны в том, что европейская война создаст революционную ситуацию. Следовательно, ожидание революционной ситуации в Европе было не увлечением большевиков, а общим мнением всех марксистов. И, анализируя ситуацию на тот момент, на ноябре, конец октября, начало ноября 2018 года, Владимир Ильич спрашивает, наступила ли революционная ситуация на деле или нет? На него отвечают экономические факторы. Голод и разорение, созданные войной повсюду, означают революционную ситуацию. На данный вопрос отвечают также политические факты. Уже с 2015 года ясно обнаружился во всех странах процесс раскола старых, сгнивших социалистических партий, процесс отхода масс пролетариата от социал-шовинистических вождей налево к революционным идеям и настроениям, к революционным вождям. Далее, осветив вопрос, что все-таки война создает революционную ситуацию, Владимир Ильич говорит, что революционера-марксиста отличает от обывателя и мещанина умение проповедовать темным массам необходимость наслевающей революции, доказывать ее неизбежность, разъяснять ее пользу для народа, готовить к ней пролетариат и все трудящиеся и эксплуатируемые массы. Тактика большевиков, говорит Владимир Ильич, была правильной, была единственной интернациональной тактикой, ибо она базировалась не на трусливой боязни мировой революции, не на мещанском неверии в нее, не на узконационалистическом желании отстоять свое отечество, отечество своей буржуазии, а на все остальное наплевать. Нет, говорит Владимир Ильич, она была основана на правильном до войны, до ренегатства социал-шовинистов и социал-пацифистов общепризнанном учете европейской революционной ситуации. Эта тактика была единственной интернационалистической, ибо проводила максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. То есть, то, что большевики делали в своей стране, они могли сделать максимум для развития, пробуждения революции во всех странах. Эта тактика оправдалась громадным успехом, ибо большевизм вовсе не в силу заслуг русских большевиков, а в силу глубочайшего сочувствия масс, повсюду тактики революционной надели, стал мировым большевизмом. Дал идею, теорию, программу, тактику, отличающуюся конкретно, практически, от социал-шовинизма и социал-пацифизма. Большевизм добил старый гнилой второй интернационал. А также, говорит Владимир Ильич, большевизм создал идейные и тактические основы третьего интернационала, действительно пролетарского и коммунистического, учитывающего и завоевание мирной эпохи, и опыт начавшейся эпохи революции. И дальше, опять же, отдавая должное тактике большевиков и их заслуги в мировой революции, Владимир Ильич говорит, что большевизм популяризировал на весь мир идею диктатуры пролетариата. Перевел эти слова с латинского сначала на русский, а потом на все языки мира, показав на примере советской власти, что рабочие и беднейшие крестьяне, даже отсталой страны, даже наименее опытные, образованные, привычные к организации, в состоянии были целый год среди гигантских трудностей в борьбе с эксплуататорами, коих поддерживала буржуазия всего мира, сохранить власть трудящихся, создать демократию, неизмеримо более высокую и широкую, чем все прежние демократии мира, начать творчество десятков, миллионов рабочих и крестьян по практическому осуществлению социализма. Большевизм помог на деле развитию пролетарской революции в Европе и в Америке так сильно, как ни одной партии, ни в одной стране не удавалось до сих пор помогать. И большевизм указал верный путь к спасению от ужасов войны и империализма. И большевизм годится как образец тактики для всех. Вот такой вывод делает Владимир Ильич из истории тех действий, которые произошли в процессе революции в России. И в заключение, он говорит, в заключение этой главы, что этого всего мало для полной победы социализма. Конечно, мало. Одной стране большего сделать нельзя. Но эта одна страна, благодаря советской власти, сделала все же столько, что даже если бы русскую советскую власть завтра раздавил мировой империализм, даже в этом худшем из худых случаев большевистская тактика оказалась бы принесшей громадную пользу социализму и поддержавшей рост непобедимой мировой революции. Вот этими словами он заканчивает седьмую главу в этой работе. Ну и, конечно, к сожалению, не завтра, как он сказал, советскую власть раздавил мировой империализм. Но спустя 72, или там можно сказать, ну может 75 лет, все-таки мировой империализм раздавил советскую власть. Но тем не менее, вклад нашей страны, нашей советской власти в развитие мирового пролетарского движения очень большой. И об этом сказано в работе Владимира Ильича. Вот на этом я бы хотел завершить сегодня занятие. Пожалуйста, если есть вопросы, давайте. Да, есть вопросы, если чаты от меня, давайте для начала от меня. Ну, наверное, стоит уточнить, да, поставить акцент, что коммунисты не против вообще всех войн, да, а против только библиористических войн. Конечно, против, да, тех, которые ведутся в интересах буржуазии, то есть эксплуатательских классов, естественно. Ну, не просто буржуазии. А революционные войны, да. С целью захвата. Да, ну, понятно, а интересно, в чем заключается у буржуазии? В том, чтобы можно больше прибыли получить в результате, в том числе и войн. Нет, это войны приносит макси. Если так в интересах буржуазии, то любая война, которая ведется буржуазным государством, идет на позе буржуазному классу. И, соответственно, любая буржуазная война, тогда она может спать против нее. Так, все правильно, да. То есть вот так, кто интерпретирует. Но Максим же ни в коей мере не отрицает революционных войн. Нет, 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 революционные войны, все понятно. Она про выгодность классовая. Там же и было Владимира Ильича про классовую. Да, да. Вот есть, сразу, извини, есть интересная работа, может, нам стоит ее, значит, тоже здесь как бы озвучить и провести у Владимира Ильича. Он ее назвал «Военная программа пролетарской революции». Была такая написанная работа в 16-м году, где он как раз анализирует вот эти все войны. В чем и как марксизм относится к войнам буржуазным, как относится к войнам революционным и так далее. Вот мы можем изучить тоже эту работу, если есть такое желание. Ну, извините, что перебил ваши вопросы. Пожалуйста. Не, не, ничего страшного. Второй, ну, скорее не вопрос, а скорее всего, тоже хотел бы сделать акцент. Да, Владимир Ильич говорит, что большевики прежде всего занимались тем, что просвещали темные массы. То есть, и, соответственно, сегодня мы должны, так сказать, не чураться от того, что люди чего-то не знают, не понимают. А у нас население такое же темное, в плане классовое, и их надо активно просвещать. Ну, есть такая мысль у него, правда, не главная, конечно, в работе. Не, не главная, не выгодная. Но есть такая мысль, что просвещение массовое, великое дело. Не надо возмущаться, что люди ничего не знают, ничего не понимают. Да, что они не готовы. Большевикам было еще хуже, как в этом плане. Да, да, да. Там вообще не безгромодных людей посвещали, им это удалось, собственно. И нам надо не на людей пинать, что они ничего не понимают, а самим учиться, так сказать, правильно доносить свои мысли и дать людей правильное действие. Конечно, да. Еще тут есть вопрос из чата, что сейчас обстановка у нас, судя по тому, что Ленин писал, не совсем революционная. Да, конечно, сейчас ситуация не очень, нет такой революционной ситуации, о которой говорит Владимир Владимирович. Где-то в других работах, помните, внимательно рассматривая, когда верхи не могут управлять по-старому, не хотят жить и так далее. Помните, да? Поэтому в настоящее время такой революционной ситуации, что, возможно, в ближайшее время произойдет социалистическая революция, конечно, нет. Сейчас такой ситуации нет. Она пока не сложилась еще. Я бы в этой работе отметил еще одну новую мысль, которая отличается от того, что революционной ситуации или нет. Тут, собственно, пишется о том, что революция появляется как результат реакции на империалистическую войну. Да, и в том числе, да. И при начале империалистической войны как вариант для ее цели прекращения. В этом плане кто говорит, что революция штука кровавая и ее не надо проводить, так как это чревато жертвами. Так извините, она появляется как реакция на мировую войну и в мировой войне гибнет гораздо больше людей. Да, и здесь как-то сквозь упоминают о том, что империалистические войны, они как бы ускоряют развитие сознания, осознание своего положения классового, трудящихся масс. Вот, они ускоряют это развитие и вот, опять же, в этой военной программе, он там об этом тоже говорит, военной программе пролетарской эволюции, что войны ускоряют. Ну, просто мысли так не очень четко. Да, здесь было не четко, но войны, во всяком случае, способствуют повышению классового сознания, в том числе, видимо, и то, что сейчас идет война под названием СВО, тоже, наверное, будет способствовать развитию классового сознания. Ну, еще странный комментарий, я его, конечно, зачитаю, не совсем понятно к чему. Грубо говоря, что сейчас из каждого утюга случится пропаганда о том, что там, ну, просто разного рода пропаганда, не является ли это забалтыванием рабочего класса? Конечно, является, потому что из каждого утюга из всех средств массовой информации, в основном, в том числе, прежде всего, телевидение там и других, прежде всего, идет пропаганда буржуазного мировоззрения. Поэтому и идет забалтывание, и, как бы, натаскивание трудящихся масс именно в сторону буржуазного мировоззрения, а не пролетарского, наиболее революционного класса. Естественно, это все так и есть. Продолжение следует...